Доброе утро, дорогие наши! В эфире утренний шоу «Апельсин» и мы продолжаем наш предпраздничный эфир. Сегодня, кстати, также отмечается Всемирный день экскурсовода. Я бы мечтал всегда быть, но только где-то в жарких странах. В общем, и многие из нашей редакций же, нашей программы, являются отпетными путешественниками. Сегодня рассказать о самых интересных вершинах Урала к нам пришла наша коллега Светлана Ржанникова. Слушайте внимательно и выбирайте новые вершины для своих путешествий. Друзья, всем доброе утро или добрый день, или же вообще вечер, если вы смотрите этот сюжет в наших социальных сетях. Меня зовут Светлана, я координатор редакции телеканала ПТВ. Сегодня весь мир празднует День экскурсовода. И в этот день я очень хочу поделиться с вами чудесными местами на Урале, в которых побывала сама и в которых, уверенно, стоит хотя бы раз побывать и вам. Мой походный путь начался в 2019 году с Миккиных скал в Национальном парке Таганай. Про Таганай, мне кажется, слышали многие. Это такое традиционное в истории каждого походника место. Находится парк Челябинской области и вобрал в себя как минимум из десяток гор, таких как Двуглавая сопка, Юрба, Откликной гребень и другие. Кстати, на Двуглавую сопку ведет одна из самых длинных лестниц в России. В ней 752 ступени. Национальные парки уникальны тем, что вы приезжаете в одно место, а посетить можете сразу несколько вершин. Ну, как сразу, если запасетесь силами, свободным временем и хорошей компанией. А так, Таганай для начала просто прекрасен. Также, если вы только решаетесь стать путешественником, а вы им станете, отправившись в первый поход, поверьте, присмотритесь к чудесной горе Зюраткуль. Мало того, что подъем нетрудный, так еще и рядом есть озеро Зюраткуль с чудесными лодочками у берега. Их часто, кстати, фотографируют. Насчет тропы. Сначала вы пройдетесь по оборудованной деревянной тропинке, дальше будете ступать на мощные корни деревьев и потихоньку подберетесь к урумнику, большим камням. А там уже до вершины рукой подать. Отдельно хочу сказать про место, которое стало моей большой любовью. Это хребет Уриньга в Челябинской области. Челябинцам, конечно, повезло иметь под боком столько красоты. Протяженность Уриньги 68 километров. Можете себе представить, какие изменения происходили в тектонических плитах давным-давно, чтобы образовался такой величинный хребет. И когда мы ездили туда с другом, все было в тумане, который еще и слился с низкими облаками. Представьте, вы идете километр, два, три, десяти, и видите вокруг себя мир на расстоянии лишь 20-30 метров. Вдруг в какой-то момент начал просить Уриньгу, ну хоть на немного приоткрыть в завесу своей тайны. Не поверите, приоткрыла. Под самый конец пути, когда мы уже все скалы обошли, вышло солнышко и все собой осветило. Но, честно скажу, туманная Уриньга очень мистически и маняще выглядела. И произвела на меня невероятное впечатление. Надо туда вернуться. Следующее место – гора Большой Нургурш. Что могу сказать по сложности похода, Нургурш действительно большой. Мы выбрали альтернативную тропу, по которой туристы ходят нечасто. В общем, хорошо мы развлеклись, потому что несколько раз сворачивали не туда, возвращались обратно, потом снова сомневались, а точно ли идем нормально. Но все прошло хорошо, все вернулись. В приличном времени вам нужно будет идти по лесной местности. А дальше? Дальше, почти перед вершиной, откроется вам огромная поляна с голубикой. Ее там немерено. Это выглядит как настоящая награда от природы и знак, что вы почти пришли. Вид с Нургуша бесконечен. Смотреть можно на 360 градусов с любого ракурса. И поверьте, вы прочувствуете всю уральскую мощь. Это были одни из тех вершинок, которые я посетила в прошлые годы. Хочу сказать одно – Урал необъятен. И каждый из нас – его маленькая часть. Решайтесь на путешествия, пусть и небольшие. А я пожелаю вам доброго пути. Пока!